Современные Репина и Гоголя Многократно обращался к живописному и графическому изображению героев произведений Гоголя, а в своих письмах часто цитировал строки из сочинений писателя и приводил ассоциации с его художественными образами. Картина «Самосожжение» Гоголя была исполнена к 100-летнему юбилею писателя, отмечавшемуся в 1909 году. Произведение посвящено трагическому эпизоду последних дней его жизни. Испытывая сомнения в ценности своего труда, раздираемые внутренними противоречиями, Гоголь уничтожил в огне второй том «Мертвых душ». Полотно имеет вытянутый горизонтальный формат. В полумраке комнаты, освещенные лишь отблесками пламени камина, изображены Гоголь и его слуга. Тяжело облокотившись на стул, сидя перед самым огнем, писатель судорожно сжимает листы рукописи, которым суждено через мгновение превратиться в пепел. Гоголь показан момент, когда его чувства максимально обнажены. Страдальческое лицо с впалыми глазами, подсвеченное красноватыми рефлексами пламени, почти отталкивает выражением душевных мучений и предельного отчаяния. Рубки мальчик-слуга тщетно пытается удержать правую руку писателя, чтобы не допустить неминуемого действия. Слева наверху мерцает другое пламя. Тихий огонек лампадки перед иконой, словно обещание спокойствия в ином мире. Творческие поиски и навязчивое чувство неудовлетворенности собственными произведениями были привычны и Репину. «Разочарование собою – это так знакомо мне», – писал он еще в 1878, а на протяжении всей жизни не раз переписывал созданные полотна. Однажды он уничтожил в огне разочаровавший его холст. В 1901 году Репин изрезал на куски и сжег первый вариант картины «Иди за мною, сатану», над которой работал более десяти лет. Для одного из этюдов к самосожжению Гоголя позировал ученик Репина художник Исаак Израилевич Бродский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова